Девушки отдыхают 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 Ты знаешь, что это такое? Я не уверен, но догадываюсь. Ты связался с опасным человеком, ведьма. Ты бессмертный? Смотря что ты под этим понимаешь. Да, убить меня нельзя. Но это вовсе не так приятно, как может показаться. Жить вечно не означает жить полной жизнью. Так это проклятие? Проклятие? Нет, не думаю. Скажу тебе так. Будь осторожен в своих желаниях, ведь они могут исполниться. А ты потом будешь бодаться с последствием. Что-то я не улавливаю. Если ты знаешь, что тебе почти невозможно причинить вред, начинаешь рисковать все больше и больше, а куда не обнаружишь, что уже ничто не может развеять твою скуку. Вся соль в том, чтобы миновать эту точку и увидеть за ней новые возможности. Я убил бестию в каналах. Ну, мои поздравления. Тебе полагается награда. И ты можешь взять себе что-нибудь из дома, если там еще что-то не догорело. Трудный был бой. Когда я убил чудовище, оно превратилось в человека. Ты знал, что так будет? Ну, конечно, знал. Иначе бы он тебя в это не впутывал. Гюнтер Один снова пришел поливать меня грязью. Не. Я пришел получить долг. Но сначала ты должен... Найти помощника, чтобы исполнить три твоих желания. Вот он. Геральт из Ривии. Он сказал правду? Ты знал, что жаба это прокрытый принц? Не только знал, но и сам приложил к этому руку. Он не упоминал об этом? Это весьма поучительная история. Я расскажу. Ольгер был некогда влюблен в прекрасную девушку по имени Ирис. Но ее родители выбрали себе в зитья афирского принца. И Ольгер возненавидел его. Сначала он хотел его убить. Но счел, что это слишком просто. А потом обрек его на страдания. Жалкую жизнь в обличье жабы. А когда ему наскучили мучения принца, он решил убить его. Твоими руками. Напомни мне, Один. Кто должен выполнить три моих желания? Мой помощник. Геральт. Так убирайся прочь. Не желаю видеть твою рожу дольше, чем необходимо. Идем. Куда? На конюшню. Мои люди уже собираются в путь. Почему ты не сказал мне правду об этом чудовище? Хотел устроить сюрприз? Я просто хотел, чтобы кто-нибудь убил жабу. Откуда я мог знать, что заказ примешь ты? Когда на моем пороге появился ведьмак, я подумал, что это даже к лучшему. Все-таки вас за этим и учат. Может, его бы удалось расколдовать? Может быть. А может быть и нет. А впрочем, зачем? За тем, что это человек. Паршивый афирский пес. Это не человек. И горевать о нем нечего. То, что он сказал о принце, правда? Это ты превратил его в жабу? Может, и я. А может, этот тупой афирский борчук просто чего-нибудь нажрался. С ними никогда не угадаешь. Не знаю, жратуя, от которой можно чудищем стать. Тогда Падди напил с какой-то дряни. Я наложил проклятие. Из мести. В полном отчаянии. Я тогда был другим человеком. Выкрикнул проклятие в гневе и даже не подумал, что оно может исполниться. Вижу, у вас с господином в зеркало какие-то споры. Мне бы не хотелось вмешиваться. Поздно. Ты уже вмешался. Он однажды помог тебе и теперь просит вернуть долг. Я угадал? Да. Но так теперь ты не избавишься от него, покуда не вернешь. Но будь спокоен. Я придумаю такие задания, что тебе их нипочем не выполнить. Сделай все, что сможешь, и отдашь свой долг. А я буду жить спокойно, пока зеркало не найдет себе нового помощника. Наверное, проще будет, если я спрошу прямо. Что я должен для тебя сделать? Хм. Дай подумать. Раз у нас нет больше крыши над головой, пожалуй, с этого и начнем. Добудь мне дом Максимилиана Барсони. Его дом? А что ты удивляешься? Надо же мне где-то жить. А это что такое? У тебя что, боги последний разум отняли? На грязного коня хочешь сесть? Пойди прочь. Знаешь, что бы сделал Витальд, если б такое увидел? Знаю. Витальд? Мой брат. Сам мог смердеть, как трехдневный анучи, но кони у него всегда выглядели, как на параде. Никто не умел развлечься, как Витальд. Жаль, что теперь он совсем не веселится. Поэтому ты сделаешь так, чтобы он отвел душу за все это время. Ясно. Будет сделано. А третье желание? Выполни сначала эти. А там видно будет. Посоветуешь что-то? Куда идти, с чего начать? Ты с ума сошел? Я не собираюсь облегчать тебе работу. Где мне тебя искать, когда я разберусь с домом и с братом? Кто же знает, куда нас в компании занесет. Вот что. Ищи меня в Корчме в Аксенфурте. В Алхимии. Договорились. До свидания. С братом сложности быть не должно. Но этот дом... Как же я ему принесу дом? Я бы наоборот. Не стал беспокоиться о доме. А вот с братом будет потрудней. Как мило, что ты меня подождал. Я не оставлю моего помощника на произвал судьбы. Я думал, что должен выполнить три желания сам. Так гласит договор. Но там нигде не сказано, что я не могу тебе помогать. Думается мне, что с этими двумя заданиями тебе пригодится моя помощь. Есть идея, как мне достать для Ольгерда дом Барсоди? Я знаю только одних Барсоди в округе. Они держат в Аксенфурте аукционный дом. Припоминаю. Однажды они чуть не продали с аукциона мои мечи. Но дело было в Новиграде. Они переехали. У тебя есть прекрасная возможность выяснить почему. Хорошо, я найду их. И что дальше? Не знаю. Может быть на месте тебе придет что-нибудь в голову? Да. Возьми с собой побольше наличных. Могут понадобиться. Почему с братом Ольгерда мне должно быть труднее? Потому что он уже несколько лет как мертв. О, некромантии не хватало бы. Некромантия это не единственный способ вернуть кого-нибудь к жизни. Есть еще ритуал призвания. Это выбор между чумой и холерой. Кроме того, мне понадобилась бы кровь призванного. Кровь, разумеется. Призванного не обязательно. Вот, держи. Откуда это у тебя? Геральд Геральд. Ты страшно любопытен. Представь, что это кровь Эвереков. И проводи ритуал. А где мне найти этого Витальда? Не могу же я делать все за тебя. Используй голову. Род фон Эвереков был известен в этих краях. Наверняка найдется кто-то, кто о них слышал. Например, та рыжая красавица. Барышня Доктор. Не забыл ее? Пора приниматься за дело. Не вижу энтузиазма. Ты же замечательно при этом развлечешься. Жду не дождусь. Если мне понадобится помощь, где тебя найти? Я сам тебя найду. Удачи, Геральд. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok